Спасибо, что вы пришли этим субботним утром на День приватности. И наша сегодняшняя тема на ближайшие 40 минут – это безопасность. Как защитить свои девайсы и аккаунты? Ну и, соответственно, первый вопрос. Вообще, перед тем, как мы перейдем к дискуссии, как защитить наши девайсы и аккаунты, нужно понять, зачем нам нужно их защищать. Да? Естественно. Спасибо большое. И первый вопрос к вам, к аудитории. Это как вы думаете, кто считает, что защита ваших девайсов и аккаунтов онлайн слишком сложна? Поднимите руки, если вы считаете, что это слишком сложно, и на это не нужно тратить время. То есть все считают, что все легко, и поэтому вы здесь, чтобы более детально это обсудить. Ага, третий вариант, да. То есть это сложно, но на это нужно тратить время. И поэтому вы в День приватности в субботу пришли сюда. Окей. Следующее утверждение. Данные, и здесь мы выбираем своего атакующего. Кто нас может атаковать? От родителей, государства, либо корпорации скрыть невозможно. Кто так считает? Так, ладно, сложно. Смотрите, утверждение нужно отнестись к нему. Давайте еще раз. Данные от друзей, государства, корпорации невозможно защитить, они все равно все знают. Возможно защитить. Что вы думаете? От государства. То есть все-таки возможно. Когда мы говорим про защиту наших устройств, важно понимать, какие у нас есть актуальные цифровые угрозы. И это в принципе зависит от того, чем мы занимаемся. Где мы работаем, где мы живем и какой информацией мы обладаем. По сути сейчас угроз, который существует в принципе онлайн и оффлайн для наших цифровых аккаунтов и устройств достаточно много. Поэтому нам легче выбрать, что у нас самое важное, и это защищать. Что для вас самое важное? Цифровой актив. Хорошо. Когда мы говорим, что у нас есть актуальная цифровая угроза, нам нужно понимать, какая у нас есть самая главная ценность, которую мы хотим защитить. Тогда нам намного легче защищать. То есть легче взять, к примеру, ну допустим, почта, электронная почта. Если у нас там есть вся наша коммуникация, мы понимаем, что это самое важное, и мы выбираем стратегию для защиты того или иного цифрового актива. Если мы защищаем свою операционную систему, что мы делаем? Выбираем более защищенную цифровую систему, операционную систему, которую мы считаем более безопасной. А как вы думаете, что более безопасно, Windows или Linux? Так, давайте. Кто считает, что Linux более безопасный? Поднимите руки. А кто из тех, кто поднял руки, использует Linux? Половина. Половина из тех, кто поднял руки, использует Linux. И поэтому мы всегда исходим из того, что нам нужно защищать, в каких условиях, и что для нас самое важное. По сути, когда мы говорим про ценности, это если вы смотрели «Властелин колец». Кто смотрел «Властелин колец»? Там было кольцо и была моя прелесть. Для каждого прелесть, она своя. Для кого-то это может быть ваш любимый мобильный телефон, смартфон. То есть там у вас может быть вся жизнь, фотографии, переписка, чаты, секретные чаты и так далее. Для кого-то это может быть, если вы видеограф, снимаете видео. То самое важное, это ваш контент, который вы отсняли. Если вы его потеряете, вы можете потерять как деньги, так и репутацию. Когда мы говорим про безопасность, мы говорим, что мы сейчас живем в 2020 году. И если мы… Кто участвовал в предыдущей лекции? Вот вверху было. То есть мы говорили про смарт-сити, смарт-технологии, машины, которые управляются без человека. То сейчас мы говорим про то, что чтобы это все использовать, нам нужны определенные навыки. И когда мы говорим про цифровую безопасность, это тоже… Или приватность и защита наших устройств, это тоже навык. По сути, сейчас мы живем в 2020 году. Будущее уже наступило, но не для всех равномерно. Одно из важных составляющих заключается в том, что у нас есть цифровые навыки, которыми должны обладать все. Дети, взрослые и пожилые люди. Потому что если вы супер прокаченный пользователь, пользуетесь Linux, и вас невозможно взломать, потому что вы шифруете все полностью, используете двухфакторную авторизацию и так далее, можно взломать вас через взлом вашей бабушки. Ну или дедушки. Или вашего ребенка. По сути, найти самое слабое звено, которое позволяет вас взломать. И, соответственно, вопрос в аудиторию. У кого есть… Ну ладно, не буду. Идем дальше. Когда мы говорим про цифровые навыки в 2020 году, важно понимать, что безопасность – это только часть. Если мы говорим про цифровую безопасность, сейчас есть один из фреймворков – это цифровой интеллект. То есть у нас есть интеллект-интеллект, эмоциональный интеллект, который рассматривается с точки зрения психологии, насколько личность готова к жизни. И цифровой интеллект, куда включается и цифровая безопасность, защита, цифровая грамотность. И, по сути, когда мы говорим про 2020 год, мы говорим о том, что нам нужно этими навыками обладать. Причем какие-то из этих навыков – это навык. Какие-то из этих навыков – это знание. То есть нам нужно знать, как то или иное работает. Какие-то – это ценность. То есть, допустим, если вы шифруете вашу коммуникацию, то вам нужно найти друга, с которым общаться, для того, чтобы ваша коммуникация была зашифрована с другой стороны. Кто использует мессенджер, который позволяет вам шифровать от устройства до устройства? Хорошо, половина аудитории знает, что это. Соответственно, у нас получается так, что чтобы общаться с помощью шифрования от устройства до устройства, когда сервис, который вы используете, через который проходит ваша коммуникация, не знает, о чем вы коммуницируете, важно найти этого друга, чтобы он тоже это использовал. И тогда мы говорим, что безопасность – это ценность. Допустим, есть шифрование PGP. Кто слышал? Очень хорошая приватность. И, соответственно, чтобы сейчас пользователю начать использовать шифрование PGP, вам нужно установить приложение определенное, которое позволяет это использовать, и найти друга, который тоже умеет это делать. Если вы не найдете друга, который умеет использовать PGP, вы не сможете с ним общаться с помощью шифрования. И получается, что безопасность – это ценность. Если вы с кем-то коммуницируете и общаетесь по почте, то вся коммуникация, которую вы отсылаете вашему коллеге, другу и так далее, она сохраняется с той стороны. Соответственно, вы можете защищать эту информацию, ваш коллега может не защищать эту информацию, и в случае, если взламывают его, ваша информация становится публичной. И, по сути, получается, что тогда мы говорим, что безопасность – это ценность. Мы живем в 2020 году. Если пару лет мы говорили о том, что Китай запускает технологию рейтинга граждан, то сейчас она уже опробирована и в скором времени будет распространяться. По сути, что позволяет делать технология рейтинга граждан? Она позволяет управлять большими массами людей и создавать социально желательное поведение. Кто слышал про эту систему? Спасибо большое. То есть, по сути, каждому гражданину присваивается рейтинг, и в зависимости от того, что государство считает хорошим или плохим поведением, ваши очки увеличиваются, уменьшаются. Если очки уменьшаются, рейтинг уменьшается ниже какого-то минимума, у вас наступает последствия. Допустим, вы не можете перемещаться самолетами, поездами, брать кредиты и так далее. И, соответственно, социально желательно, вернее, чтобы получить, сохранить свой хороший рейтинг, важно дружить с друзьями, у кого тоже высокий рейтинг. И, по сути, технология развивается. Соответственно, это не только просто рейтинг, это использование камеры наружного наблюдения, которые объединены в единую систему, и, соответственно, целый комплекс, который позволяет нам формировать социально желательное поведение граждан. И если три года назад мы говорили, что это теория, то сейчас это, по сути, практика. И как только в Минске, по-моему, в 2020 году внедряется единая система камер наблюдения. Не получается, уже внедрена. Да, и получается, что, в принципе, в скором времени технология будет позволять нам жить в небольшом отдельно взятом Китае. Ну, по крайней мере, в Минске. До регионов можно дойти немного позже. Дальше мы живем во время, когда взламывают всех и вся. То есть, допустим, в прошлом году взломали Facebook, украли, ну, не взломали, то есть там была уязвимость, которая позволила выкачать более 50 миллионов пользователей, и через неделю полные профили Facebook-пользователей появились на черном рынке. Сейчас можно говорить о том, что социальный профиль пользователя, он достаточно важен, потому что социальный профиль пользователя позволяет нам знать о пользователе больше, чем он знает сам о себе. Основываясь на том, сколько времени вы тратите на определенном контенте, лайки, шерри, репосты, с кем вы дружите, ваши социальные контакты и так далее. Дальше мы живем в эпоху глубоких фейков. То есть, если мы до этого говорили о том, что то, чего я не видел глазами, не существует, то есть можно было сомневаться в какой-то текстовой информации, то сейчас мы можем сомневаться и в фото, и в видео информации, которую мы потребляем. Что это нам дает? Можно подделать все, что угодно, и, соответственно, нам требуется новый навык. Медиаграмотность. То есть нам нужно понимать, что мы не можем просто использовать информацию из одного источника, даже если мы это видим и это видео, то мы этому не доверяем. Из интересного. Немного о трендах, то, к чему нужно стремиться. Если мы говорили, допустим, 10 лет назад, что вам нужно поставить пароль в 13 символов, и этого спасет, а два года назад мы стали говорить о том, что всем нужна двухфакторная авторизация, и двухфакторная авторизация позволяет вам защитить свои учетные записи, то сейчас и первый, и второй вариант можно взломать. Соответственно, с точки зрения пользователя, сейчас мы медленно переходим от двухфакторной авторизации через SMS и телефоны к жестким таким ключикам. Не тот слайд. Нет. Извините. Вырежем это потом в записи. Соответственно, прошу прощения, слайд о том, что мы медленно переходим от технологии телефонов и снижаем наше количество времени, которое мы тратим, говоря на телефоне, и начинаем использовать и сшифрование от устройства до устройства. Если вы сегодня звоните в банковскую техподдержку по телефону, кто звонил в банк свой? Ваш голос идентифицируется алгоритмами, то есть вы идентифицируетесь как пользователь голосом. Как только эта система была запущена, появилась волна фейковых звонков, где пользователей вынуждали отвечать определенным образом на определенные вопросы. Что это позволяет атакующему? Атакующему это позволяет сделать аудиозапись ответов пользователя, идентифицировать его и в принципе симулировать звонок пользователя в свой банк и позвонить от имени пользователя в банк. Соответственно, чем больше информации о пользователе мы собираем, тем легче его взломать. То есть если у нас есть голос пользователя, профиль пользователя, его информация, его поведение, то намного легче организовывать персональные атаки на пользователя. Поэтому в принципе я бы рекомендовал не использовать GSM-телефонию в 2020 году. Медленно выходим в звонки через IP-телефонию и соответственно те сервисы, которые позволяют использовать шифрование от устройства до устройства. Какие это сервисы, поговорим буквально через минуту. И соответственно то, что я уже говорил про двухфакторную авторизацию. А кто пользуется двухфакторной авторизацией? Давайте. А кто пользуется двухфакторной авторизацией с помощью жесткого ключа? Вот такой ключ, UBK. С точки зрения пользователя получается так, что для 99% пользователей интернета сложного уникального пароля на своей учетной записи этого достаточно. Чем больше информации о вас собирается, тем нам нужно усложнять шаги атакующего, чтобы нас взломать. И по сути получается, что сейчас в 2020 базовая рекомендация это использовать двухфакторную авторизацию через SMS. Ну или через приложение. Через привязку к телефону. И мы медленно переходим к тому, что в принципе и этому злоумышленники могут и пойти. Поэтому лучше начинать использовать для ваших самых важных, секретных учетных записей двухфакторную авторизацию с помощью ключа физического. Для тех, кто не знает, что это, вы вставляете ключ в ваш компьютер, привязываете его к вашему, допустим, Gmail, Facebook, любой социальной учетной записи, либо почтовой, либо социальной, и говорите своей учетной записи, что вот этот вот ключ физически является вторым фактором, чтобы получить доступ к вашей учетной записи. Тогда, по сути, фишинг не работает и ничего не работает с точки зрения взломщика. Соответственно, быстро у нас есть 20 минут поговорить про базовые рекомендации пользователям, что вам нужно делать, чтобы защитить. Это сейчас будет более базовый курс, поэтому те, кто знает, просто реагируем. Соответственно, у нас есть первая угроза. Это заражение компьютерами-вирусами и троянными шпионами. И, соответственно, если мы не хотим майнить криптовалюту, кому-то, нам нужно сделать так, чтобы наш компьютер или наше устройство не было заражено. Что мы делаем? По сути, три шага. Мы используем лицензионное программное обеспечение. Это может быть Windows. И если мы используем Windows, то что мы делаем? Покупаем. То есть мы, соответственно, и лицензионные, это значит, кто-то его купил. Либо фирма, где вы покупаете компьютер, идет с предустановленным Windows, либо вы скачиваете и ставите Linux и разбираетесь с ним. Со смартфонами то же самое. Ну, со смартфонами легче, заводские настройки идут в принципе с лицензионным программным обеспечением. А дальше нам нужно все обновлять. Почему нам нужно все обновлять? Максим? Потому что, допустим, сломщики, они осознают, как работает антивирус, и они, соответственно, делают так, чтобы обойти этот антивирус. Те, кто разработали антивирус, они видят, какие вирусы появились и дополняют сам антивирус. И, соответственно, поэтому и приходится обновление и официальная поддержка программы и так далее. Самая большая потребность в обновлении заключается в том, что мы живем эпоху нулевых уязвимостей. То есть системы становятся настолько сложными, что даже сами создатели систем не имеют возможности полностью обеспечить безопасность всех элементов систем. Допустим, мы говорили про взлом Facebook, 50 миллионов пользователей. На самом деле, его не совсем взломали. Там было несколько ряд уязвимостей в нескольких подсервисах Facebook, которые позволяли просто получить прямой доступ к самой системе. Если мы говорим, что мы живем в эпоху нулевых уязвимостей, то есть когда мы не можем предугадать, когда та или иная система будет взломана, соответственно, как только система взломана или находится уязвимость, которая позволяет хакерам, взломщикам, нет, не хакерам, лучше говорить, злоумышленникам взломать тот или иной продукт, мы его обновляем. Допустим, вышла свежая уязвимость в операционной системе Windows, и она закрывается следующим обновлением. Если мы не обновляемся, то мы доступны для атаки извне любым пользователям, которые знают про эту уязвимость и, соответственно, купил штуку, которая позволяет вам эксплуатировать эту уязвимость и получать доступ и взломать в вашу операционную систему. И вот вы уже майните криптовалюту, в лучшем случае, для кого-то. Дальше мы ставим антивирус и мерчистивый экран. О, интересный момент. Вот мы буквально в своем сообществе обсуждали, что пользователи считают, что для мак-компьютеров не нужен антивирус. Маководы. Нужен ли вам антивирус? Да, по сути, с точки зрения пользователя и под Mac, и под Windows и под любые системы пишутся зловредные программы, которые позволяют получить несанкционированный доступ. С точки зрения пользователя Linux, Unix, подобные системы, они просто более безопасны за счет того, что сам пользователь должен разрешить установку того или иного программного обеспечения. И вот то, что говорит мой коллега Кирилл, действительно, что если вы себя ведете осознанно использовать свое устройство, то в принципе не нужно. Дальше. Важный момент понимать, что нам нужно защитить наше устройство от несанкционированного доступа. И здесь это базовое. Потому что если мы не контролируем наше устройство, и пользователь, это может быть друг, коллега, жена, муж, ребенок, государство, спецслужбы и так далее, получая несанкционированное в какое-то в пользование наше устройство, могут его модифицировать. С Windows вообще легко, потому что обычно люди пользуются админом, они находятся под, управляют под учетной записью администратора, соответственно, могут модифицировать свою систему. И поэтому базовая вещь заключается в том, что если вы хотя бы сутки не контролировали свое устройство, которое где-то лежало, мы не можем ему доверять. Поэтому мы ставим предварительно пароль на вход. У всех есть пароль на вход? На смартфонах это может быть графический ключ, либо биометрия. С биометрией немного сложнее, потому что в принципе самая большая сложность биометрической защиты заключается в том, что вы всегда ходите со своим пальцем или лицом. Даже появились мемы в интернете, когда девушка, чтобы разблокировать телефон парня, пытается ему показать, чтобы он посмотрел свой смартфон, соответственно, а парень делает вид, как будто, ну то есть делает все, чтобы этого не случилось, чтобы не дать разблокировать. И он как этот, как будто ему прыскают в лицо газовым баллончиком. То есть танц, танцы, чтобы не посмотреть в телефон. И по сути получается так, что биометрия это хорошо, суперудобно, но не очень безопасно. Все спят. И ваш палец можно приложить вашему смартфону и узнать все ваши тайны. Идем дальше. Что мы делаем с паролями? Да, у нас есть такая замечательная штука, что нам нужно для каждого, ну, базовые условия. Систем, что разные сервисы взламывают, мы исходим из того, что эти сервисы разные взламывают, пароли наши узнают и потом выкладывают в открытый доступ базы данных с нашими паролями. Поэтому там через год-два после взлома системы любой школьник может скачать эту базу данных из темного интернета и, соответственно, взломать вас, просто подставив тот же самый логин и пароль. Поэтому базовое, то, что рекомендуется, это для каждой учетной записи иметь свой логин и пароль. Уникальный. 15 символов, большие маленькие буквы, что еще там? Специальные символы и так далее. Соответственно, чтобы вот Бендеру Родригесу потребовалось много времени для того, чтобы взломать ваш пароль. И, соответственно, здесь с одной стороны что мы делаем? Мы либо записываем все на бумажку и у нас тут это пошаговая штука. Потому что большинство, вот я работаю администратором в одной учреждении и там 150 человек. И, соответственно, с большего получается так, что в лучшем случае у людей один пароль. Ну, имеется в виду один пароль от всего с разными модификациями. Хорошо, если это не фамилия. Ну, то есть, ты такой, только бы это не была фамилия и год рождения, но потому что если это фамилия и год рождения, легко взламывается. Вот. И поэтому, если у вас есть один пароль на все, который вы помните, и вызовете второй, который вы не помните, но записываете в книжку записную, это один шаг безопасности. То есть, вы удваиваете защиту своих учетных записей. Следующий шаг это заведение менеджера паролей. То есть, вы, в принципе, начинаете использовать программное обеспечение, которое за вас запоминает пароли. Единственное, сложное заключается в том, что это менять пароли. Ну, допустим, вы завели менеджер паролей, у вас 10 социальных сетей, ну, от 5 до 8 почт на всякий случай есть разные работы, разные сервисы, и штук 30 разных сервисов начиная от интернет-банкинга, заканчивая вашим любимым сайтом с хобби. Плюс там, не знаю, для дизайнеров кто-то используется Canva, еще чем-то, еще чем-то, и вы обрастаете учетными записями и уникальными паролями. И потом есть следующая рекомендация, их нужно часто менять. Как нужно часто менять пароль? Каждый месяц, каждые полгода, в принципе, как только мы считаем, что пароль скомпрометирован, мы его меняем. И здесь получается так, что у вас есть 50 учетных записей, с годами их становится 100 или 150, и вам нужно поменять 150 паролей. И это становится не очень удобно. Ну, я имею в виду, что тебе нужно сидеть и часа полтора менять пароли. Даже если это делается более-менее полуавтоматически, либо автоматически. И здесь следующий шаг, где у нас двухфакторная авторизация. Нет, нет, нет. Ну ладно, там была двухфакторная авторизация. То есть, следующий шаг, это использовать двухфакторную авторизацию. То есть, по сути, если у вас один и тот же пароль, но двухфакторная авторизация с привязкой к телефону, это решает вашу проблему с сменой паролей. Плюс, если мы говорим про менеджеры паролей, которые доступны онлайн, здесь один из примеров, это не скрытая реклама, здесь просто два самых популярных сервиса, их множественное количество. Один из них open-source keypass называется, он просто локально хранит вашу базу паролей. Второй lastpass, но их много. То есть, вы выбираете то, что вам удобно, какие-то из них бесплатные, какие-то платные. С lastpass'ом удобно, что он может сам вам генерировать пароли, их заменять, и плюс информировать вас, когда вам нужно его заменить. И тут, смотрите, получается, что с одной стороны у нас есть знание того, что мы хотим менять пароли, и потом идет инструментарий. Инструментарий мы выбираем сами, можем советоваться с друзьями и так далее. Дальше важный момент это делать так, чтобы никто не видел ваш пароль. Если вы с кем-то проживаете на одной территории, это могут быть жена, муж, дети. Как вы думаете, сколько времени нужно вашему близкому кругу, семейному, чтобы подсмотреть пин-код, который вы вводите для разблокировки телефона? Менее суток, ну, по сути. Потому что вы постоянно с кем-то находитесь. То же самое с коллегами, плюс у нас есть, смотрите, видеокамеры здесь установлены. Если вы сидите вот так вот спиной, получается, и вводите на пароли, ваш пароль в компьютере сейчас, то с большой долей вероятности запись идет в HD-качестве, возможно, можно в 4К, и можно просто будет снять эту видеозапись из интернета и посмотреть, что же вы там вводите. Соответственно, одна из рекомендаций, которую делал Сноуден, допустим, Эдвард Сноуден, это нужно накрыться одеялком и тайно вводить пароли. Если у нас нет такой возможности, мы просто время от времени меняем пароли публичные, то есть от вашего компьютера либо смартфона. Дальше не используем недоверенные почтовые сервисы или любые другие сервисы. Здесь вопрос для дискуссии, что такое недоверенные сервисы? Да, BusinessHTPS это базовое, но по сути, если мы говорим про последнее развитие в регионе России и Беларусь, есть такой доверенный сервис либо недоверенный сервис социальной сети ВКонтакте. Да, ну и здесь получается так, что в этом плане почему можно говорить о том, что социальная сеть ВКонтакте является менее доверенной только с одной точки зрения. Большинство сроков статей за репосты и за распространение какого-то нежелательного контента идет из социальной сети ВКонтакте. То, что вы там делаете, оно все фиксируется и никогда не удаляется, плюс правоохранительным органам просто намного легче получить доступ к этой информации. Вот, и в системе, что мы вот вы слышали про интеграционные процессы России и Беларусь. Вот, как только наши страны мало ли объединятся, нужно будет просмотреть весь ВКонтакт с 2009, 10, 11, 12 годов и удалить все, что является нежелательным, потому что незнание законодательства не освобождает от последствий. И то, что вы в 2012 году считали милым мемасиком, в 2020 согласно российскому законодательству может считаться распространением экстремизма. И здесь вы решаете сами. Для кого-то локальные сервисы, то есть самый большой вызов заключается в том, что все сервисы подпадают под национальное законодательство. Если вы пользуетесь белорусскими сервисами, они подпадают под белорусское законодательство, охраняют все ваши данные пользователей и всю вашу переписку, допустим. Если зарубежными, то зарубежными. И здесь вы выбираете, что вам лучше. И с точки зрения общего подхода, да, я согласен, что неналичие HTTPS шифрования при подключении к любому сервису является потенциально небезопасным и их лучше не использовать. HTTPS это сертификация безопасное подключение к серверу, к сервису, которое устанавливается со стороны сервера и это не управляется пользователем. То есть он либо есть, либо нет. Если HTTPS либо безопасное подключение устанавливается, то от вашего устройства до сервера данные передаются в шифрованном виде. Дальше. в связи с тем, что мы обрастаем учетными записями, то важно просто разделять вашу коммуникацию. То есть если вы работаете на одной работе, на второй работе, заводите два рабочих адреса. Если одну взломали, вторая часть коммуникации является защищенной. И здесь из интересного, допустим, для кого-то это боль. Ну допустим, использование 15 мессенджеров онлайн в работе это боль. Тебе нужно отслеживать коммуникацию в 15 мессенджерах. С другой стороны, при взломе одного из мессенджеров остальная часть коммуникации является защищенной. Блокируем наше устройство, когда мы уходим на кофе. Классический вариант, сейчас многие работают в кафе. В кафе, кворкингах и так далее. И соответственно, если вы оставляете незаблокированное ваше устройство, можно подойти и что ему сделать. Базовое, самое смешное развлечение с пользователями Windows, если это не десятка, это ты просто заходишь в настройки браузера и смотришь настройки сохраненных паролей и просто фоткаешь к себе на телефон в течение 30 секунд. Ну, то есть, ты так подошел, браузер, настройки сохраненной пароли, показать. В десятке там просто сложнее немного. Вот, и причем, смотрите, взлом не требует технических навыков, ты просто должен знать настройки. Дальше мы используем полнодисковое шифрование везде и всюду. Кто использует полнодисковое шифрование? Так, пять человек. А кто у нас пользователи айфонов, допустим, или айпадов? И вы автоматически пользуетесь, поздравляю, вы автоматически пользуетесь полнодисковым шифрованием, потому что в устройствах айфоны ваша система защищена, все ваши данные внутри защищены и защищаются либо биометрией, либо паролями и так далее. Для Windows пользователь либо Linux вам нужно просто его включить. Либо когда вы устанавливаете, можно указать включить шифрование для локальной папки и так далее. Зачем нам это нужно? Если вы потеряли ваш телефон либо компьютер, если нет полнодискового шифрования, можно напрямую подключить к устройству и выкачать оттуда информацию. Фотографии, данные, пароли и так далее. Удаляем ненужное программное обеспечение. По сути получается так, что любое программное обеспечение, которое мы не используем и не обновляем, оно является потенциальной уязвимостью для нашего устройства. А кто-нибудь использует Zoom, сервис для вебинаров Zoom такой есть. И там была найдена уязвимость, что если вы соответственно установили себе Zoom, вы им пользуетесь, то там он открывает виртуальный порт, который позволяет его просканировать и подключиться. Если вы об этом не знаете и вы им не пользуетесь, а все равно висит, то это потенциальная уязвимость. Дальше. Вот сейчас, допустим, есть два момента с коммуникацией. Важно, чтобы она сохранялась, чтобы можно было подтвердить договоренности. Ну, допустим, вы договорились встретиться, либо договорились что-то сделать вместе, и потом вторая сторона отказывается от вашей договоренности. Поэтому чаты очень удобны. Если вы пользуетесь чатами сейчас, Facebook чаты и другие чаты, где нет шифрования от устройства до устройства, то в большинстве случаев вы не можете удалить ваше сообщение, если вы его отослали и прошло какое-то время. Вы можете удалить его со своей стороны. Если мы говорим о том, что вы не хотите, чтобы эта информация сохранялась, то очень удобно либо удалять сообщение сразу из двух сторон, либо использовать мессенджеры, которые позволяют использовать самоуничтожающие сообщения. Там буквально, да, успеваем. Самоуничтожающие сообщения очень удобно. Во-первых, вы не захламляете свою историю коммуникации. То, что вы обсудили, уже решилось, и все завершилось, ваша итерация коммуникации. И в принципе, ну, то есть, я не знаю, вот я вот рекомендую. Да. Мессенджеры, которые шифруют от устройства до устройства, кто знает, какие ваши любимые мессенджеры? Да, у нас есть сигнал WhatsApp Telegram. В Telegram есть небольшая поправка, что там нужно непосредственно заходить в секретный чат. Если это обычный чат, он проходит через сервера Telegram, и там оно все сохраняется. С точки зрения пользователя очень удобно, потому что ты всегда можешь синхронизироваться, посмотреть переписку. И на десктопе, ну, то есть, с компьютера открыть. С точки зрения безопасности это не очень безопасно, потому что, ну, то есть, она находится везде, и, по сути, достаточно открыта. Вот. В фейсбуке есть секретный чат, и вы смотрите, если есть какая-то коммуникация, которую вы считаете должна быть приватной, вы ее переносите просто в мессенджеры с шифрованием от устройства до устройства. Сигнал, WhatsApp и другие. Не кликаем на подозрительные ссылки. Причем, сейчас интересно, что ссылки можно получать вплоть до того, что там ММСками на телефон. То есть, ты получаешь сообщение, нажимаешь, и оно проигрывается и заражает ваше устройство. Но это базовая такая. Все же знают, что не нужно кликать. Да? Не кликаем. Не ловимся на фишинговые письма. Фишинг, знаете, что это? Вид атаки, когда атакующие подталкивают пользователя к каким-либо действиям. Классически, когда вам звонят из банка, представляются банком и просят вас ввести данные банковские для якобы проверки либо разблокировки вашего устройства. Ну ладно, совсем классические это нигерийские письма, когда африканский принц просит о помощи, чтобы перевести вам миллион долларов. Важным моментом заключается митигация потери данных. То есть, по сути, мы обрастаем нашими данными, объемы их растут и что же нам сейчас делать? То есть, у нас есть, не знаю, 100 гигабайт данных в нашем компьютере. Что мы делаем? Внешние жесткие диски. Сейчас плюсы заключаются в том, что облачные сервисы становятся все более и более доступными. Если вы пользователи Dropbox, Google диска либо Apple диска, средняя стоимость в месяц для 100 гигабайт это 3-4 доллара в месяц. И тогда все ваши данные будут защищены. И здесь есть интересный вопрос. Ваши данные в облаке. Насколько они защищены там? Да, Google, Dropbox, Apple Drive и так далее. То есть, по сути, получается, они настолько защищены, насколько защищена учетная запись подключения к этим данным. Вот. И здесь, получается, мы включаемся, опять же, видите, все связано. Нам нужна двухфакторная авторизация, сложный пароль, компьютер без вирусов и троянов, чтобы обеспечить безопасность наших данных в облаке. Если мы считаем, что какие-то данные чувствительны, то мы их сначала шифруем, либо можно завести свое собственное облако. Общее правило, если у вас есть суперважная информация, делайте три резервные копии, одна оффлайн, одна онлайн. Если важны, просто две. И пару слайдов, двухфакторные у нас есть. Анонимность и безопасность. Базовое использование интернета сейчас общая рекомендация использовать VPN, технологии виртуальных частных сетей. Средняя стоимость 3-6 долларов в месяц от 3 до 5 устройств с неограниченным трафиком. В системе, что сейчас многие пользователи любят смотреть американские сериалы, некоторые сервисы доступны не в Беларуси. Поэтому покупаешь подписочку, 30 секунд, покупаешь подписочку, выходишь из другой страны и смотришь свои любимые сериалы в этот же день. Ну и все. И сменяем пароль на вашем интернет роутере дома с базового на что-нибудь лучше, чем просто админ-админ. Смотрите, на этом все. Это была краткая интродукция представления. И у нас начинается крипто крипто-бар. Николай, спасибо огромное. Я надеюсь, это был полезный ликбез. Естественно, да, давайте, давайте. Полезный для всех ликбез. Естественно, после получаса рассказов про цифровую безопасность, безопасности не очень прибавится, поэтому я очень советую воспользоваться этой опцией, записаться и посетить крипто-бар. Это все будет вот прямо там, в том пространстве, где диванчики, шахматы и все такое. Там можно будет задать самые чувствительные вопросы о том, как защитить свои девайсы, аккаунты. Сейчас мы ждем нашего следующего спикера, Саркиса Дарбиняна. Может, пока вопросы есть? Если есть пока вопросы, давайте пока вопросы. Вот, вот, смотри, рука у моего друга. Здравствуйте еще раз. У меня два вопроса. Первый это про двуфакторку. Вы сказали, что можно сейчас взломать все, и поэтому лучше перейти на физические ключи. Можно ли взломать, допустим, приложение Google, которое используется, например, Gmail, используется сейчас, ну, ВКонтакте тоже, но там свои косяки. То есть, ну, в Gmail можно привязать это приложение, это вязать мобильный телефон, и вроде как это безопаснее становится. То есть нет доступа к телефону у операторов или служб, и, соответственно, нельзя получить доступ через двухфакторку посторонним лицам. Да, согласен. По сути, когда я говорил, что взломать можно все, просто с разных углов. Я с тобой согласен, если отвязываешь телефон и привязываешь аудентификатор, то норм, можно пользоваться без физического ключа. Самый важный момент заключается, что двухфакторную сейчас взламывают поддельными фишинговыми страницами. Ну, то есть, когда тебе присылается страница, которая выглядит как Google, почти с Google адресом, где ты сам собственноручно вводишь все необходимые данные. Вот. А второй вопрос? От 15 до 30 долларов на eBay. И там есть опция с Bluetooth, соответственно, ты можешь подключать свой смартфон тоже через… Вот. Но это просто… Опять же, для 99% населения двухфакторность через телефон этого достаточно. То есть, но есть определенный процент, кому нужна… Индивидуальная консультация. Да. И на этой оптимистической ноте я передаю вам слово моему другу и коллеге. Ты хочешь микрофон мой дом? Тебе как…